МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 22 февраля. Здравствуйте! Мы приветствуем вас в эфире программы День веков. Хронограф. Сегодня ее проведем для вас мы. Я, Юлия Анна Шахова. И я, ее ведущий, Евгений Воскресенский. Сегодня 22 февраля. Вы смотрите программу День веков. Хронограф. Этот день отмечен следующими событиями. В 1709 году русские войска разбили шведов в битве у Красного Кута, едва не захватив плен шведского короля Карла XII. И в 1724 году Россия и Швеция заключили оборонительный союз. В 1730 году в Архангельском соборе Московского Кремля погребен скончавшийся от оспы 14-летний император Петр II. Это единственный император после Петра I, погребенный в древней столице. Все остальные, начиная с Петра I, покоятся в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В 1786 году Екатерина II повелела подписывать бумаги словом «верноподданный» вместо «раб». И в 1825 году Россия и Англия определили границы между Аляской и Канадой. 1828 год. Между Россией и Ираном заключен Туркманчайский мир, закрепивший за Россией Армению. И в 1878 году в Москве состоялась премьера 4-й симфонии Чайковской. В 1883 году в Харькове арестована руководитель народовольцев Юга России Вера Фигнин. И в 1918 начался ледовый поход Балтийского флота в Кронштадт. В 1918 году же лидер белого движения генерал Корнилов отбыл приказ отходить за дом. И в 1921 году в России создан госплан. В 1938 году в Ленинграде состоялась премьера оперы Дмитрия Ковалевского «Кала Брюньон». И в 1944 советские войска освободили от фашистов Кривой Рог. В 1945 Совнарком СССР принял решение о строительстве метро в Киеве. В 1967 году Солженицын закончил написание романа «Архипелаг ГУЛАГ». И в 1993 при президенте России создан президентский совет. Сегодня 22 февраля. Вы смотрите программу «День веков-хронограф». Начинаем наше путешествие по всемирной истории. 22 февраля 1403 года родился король Франции Карл VII. В 1422 году после смерти отца он провозгласил себя главой государства. Но фактически стать таковым смог только через 7 лет. Благодаря Жанне Дарк. В тот период французы одержали несколько грандиозных побед над англичанами под предводительством Орлеанской Девы. Это было в ходе Столетней войны. Победа Жанны Дарк сделала и Францию сильной. И только тогда, в 1429 году, Карл VII смог короноваться. Впрочем, восшествие на престол не помешало королю Франции предать Жанну Дарк. Это случилось уже на следующий год, когда она попала в руки противника. 22 февраля 1848 года во Франции произошло еще одно историческое событие. Началась Февральская революция. Десятки тысяч горожан вышли в этот день на демонстрацию. В Париже начались стычки демонстрантов с войсками. Сначала революция развивалась успешно, но в конечном итоге она потерпела поражение. Во Франции еще на 30 лет восстановили монархию. 22 февраля 1732 года в США родился Джордж Вашингтон. Это первый президент США и главнокомандующий американской армии во время войны за независимость в Северной Америке. Первый на войне, первый в мирное время, первый в сердцах соотечественников, сказал о нем генерал Генри Ли, воевавший под его началом. А в этих словах нет преувеличения. Ведь в 1775 году, когда американские колонии вели войну за независимость с Англией, именно Вашингтон был единогласно выбран главнокомандующим всех американских вооруженных сил. Решающая роль Вашингтона в войне и в окончательной победе совершенно неоспорима. Поразительная храбрость. Вот что отличало Вашингтона от абсолютного большинства как его офицеров, так и врагов. Еще в 1754 году в письме к брату 22-летний будущий генерал и президент писал «Я слышал свист пуль, но, поверь мне, в этом звуке было что-то пленительное». Проиграв войну, англичане окончательно ушли из Нью-Йорка. Это было в 1783 году. В этой ситуации Вашингтон оказался единственным в юной американской республике человеком, способным примирить противоборствующие с политической партией. Джорджа Вашингтона называют «отцом страны». Он и сам осознавал свою роль для истории Соединенных Штатов. 30 апреля 1789 года он, первый президент Соединенных Штатов, в своей короткой инаугурационной речи заявил, что невидимая рука всемогущего направляет в судьбу Соединенных Штатов. Восемь лет, два срока, был Джордж Вашингтон президентом США. Пожелая он остаться президентом на третий срок, никто бы и не возражал. Но первый президент решил, что восьми лет достаточно. И тем самым подал пример всем последующим главам США. Лишь в 1951 году эта традиция была закреплена специальной поправкой к Конституции. Вашингтон отвергал рабство, но его быструю отмену считал практически неосуществимой. 22 февраля для США отмечена еще одной очень важной датой. А в 1819 году был подписан испано-американский договор о передаче Флориды США. Договор был заключен не совсем добровольно. США захватили уже к моменту его подписания Флориду и вынудили Испанию отказаться от всех прав на эту территорию. Но открыли для Европы эту землю испанцы. Произошло это в день праздника Пасхи в 1513 году. По-испански праздник Пасхи именовался Паскуа Флорида. Паскуа Флорида, то есть Пасха Цветущая. Возможно, отсюда произошло и название полуострова. Есть и другая версия происхождения названия Флорида. Имя Ла Флорида, что приблизительно означает «Земля цветов», дали полуострову испанцы, пораженные яркостью красок местных растений. Одно из самых известных мест во Флориде – это мыс Канавер. Там находится восточный испытательный полигон с космическим центром имени Джорджа Кеннеди. Но производится здесь не только мирная продукция. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.